Наша конференция и наше мероприятие проходит на стыке двух этапов модернизации здравоохранения города Москвы. Один из них, который мы с вами начинали в 2011 году вместе с программой модернизации здравоохранения в Российской Федерации, завершен. Завершен он успешно. Вы прекрасно знаете, что за последние три года здравоохранение Москвы стало другим, что государство выделило для этого беспрецедентные огромные деньги, что мы отремонтировали большое количество наших медицинских организаций, это более тысячи объектов капитального ремонта и более тысячи объектов текущего ремонта, что мы установили в нашей медицинской организации 105 тысяч медицинской техники, что вместе с этой новой медицинской техникой в наши поликлиники, больницы, госпитали и научно-практические центры вошли новые технологии. Они не просто вошли, они работают. Для этого мы делаем все, чтобы наши кадровые ресурсы соответствовали новому прогрессивному потенциалу здравоохранения Москвы. Это обучение происходит не только в Москве, в Российской Федерации, но и за рубежом. И четвертая особенность нашей конференции как раз-таки заключается в том, что ее содержание очень востребовано сегодня. И коллегам есть что друг другу показать, что сказать, что обсудить. В результате программы этой конференции наверняка появятся новые рекомендации, новые протоколы, новые подходы к лечению. Это главная особенность. Исключительная востребованность того, что будет происходить в течение двух дней в московском здравоохранении. Беспрецедентное количество участников заявлено на ассамблею. Самое большое количество мероприятий в виде круглых столов, брифингов, симпозиумов, секционных заседаний заявлено. Поэтому нас ожидает очень интересная и нужная работа. Мы постарались организовать мероприятие так, чтобы было поменьше торжественных слов, побольше интересных докладов. Тем не менее, к нам приехали уважаемые гости, представители мэрии Московской городской думы, Минздрава, Медико-биологического агентства федерального и наши коллеги из федеральных учреждений, наши партнеры и коллеги из стран ближнего и дальнего зарубежья и коллеги из других регионов Российской Федерации. Коллеги, когда мы планировали ассамблею в этом году, то мы выбрали на пленарное заседание три блока проблемных докладов. Первый из них. Спасибо. 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 Ишемическое болезнь сердца. 7,5 миллионов смертей в год – это то, что приносит поражение коронарных сосудов атеросклероза. Отчего погибают эти больные? По мировой статистике, треть умирает на фоне острого коронарного синдрома, прежде всего, острого инфаркта миокарда. Две трети жертв – это пациент, имеющий хронические формы ишемической болезни сердца. Но здесь очень важно понимать, что даже если пациент погибает без острого инфаркта, в подавляющем большинстве случаев в анамнезе инфаркт у него есть, он его уже перенес. И его дальнейшая судьба определяется, прежде всего, размерами погибшего участка сердечной мышцы. Чем больше этот объем, тем ниже сократительная функция сердца, тем выше риск умереть как от прогрессирования сердечной недостаточности, так и от летальных нарушений ритма сердца или остаться тяжелым инвалидом. Поэтому ключ к снижению летальности и инвалидности от ишемической болезни сердца – это, прежде всего, правильное, адекватное лечение острого инфаркта миокарда. Когда у нас имеется больной, у которого уже развелась острая ишемическая катастрофа, наша главная задача – ограничить размеры последующего некроза, сделать все возможное, чтобы этот некроз был как можно меньше. Это определит и острый госпитальный прогноз, и его дальнейшую судьбу. В основе острого инфаркта миокарда, как правило, лежит лопнувшая атеросклеротическая бляшка и тромб, который остро закрыл коронарный сосуд. Поэтому, если мы хотим уменьшить размеры некроза, нам можно как можно быстрее восстановить полноценный кровоток по пораженному коронарному сосуду. Для этого у нас, в принципе, есть два метода. В конце 80-х появилась тромболитическая терапия, и это был, конечно, огромный прорыв в кардиологии. Но первые радости, как всегда, сменяются разочарованиями. Оказалось, что тромболитис эффективен примерно только в половине случаев, и его эффективность падает уже через несколько часов от формирования тромба. При этом до 20% больных имеют серьезные противопоказания, им этот метод применять нельзя из-за риска кровотечения. Еще хуже то, что если мы даже эти противопоказания учитываем, то риск самого страшного из них, геморрагического инсульта, все равно составляет 1-2%. Это тот дань, который мы должны отдавать тромболитической терапии, хотим мы этого или нет. Риск других значимых кровотечений где-то порядка 10%. И, наконец, даже если все вроде хорошо, и мы восстановили кровоток по коронарному сосуду, обошлись без кровотечения, посмотрите, как выглядит в этом случае коронарный сосуд. Врач не может быть спокоен, если он видит такую картинку. Огромный остаточный тромб с высоким риском ретромбоза, а ретромбоза означает рецидив инфаркта миокарда или немедленную смерть. И в любом случае, даже если мы вынуждены делать тромболизм, он не может быть окончательным методом лечения. Даже если мы были вынуждены по тем причинам, о которых я скажу дальше, на этот метод лечения пойти, все равно в течение суток мы на это место должны поставить коронарный стенд. И действительно, после стентирования сосуд выглядит совершенно по-другому. Полное восстановление проходимости коронарного сосуда. Мало того, что ангиопластика полностью восстанавливает кровоток, она эффективна уже не в 50-60%, а в 90-95% случаев с гораздо более низким риском ретромбоза и кровотечения. И экстренной ангиопластике при остром инфаркте миокарда абсолютных противопоказаний нет. Поэтому уже в 2003 году, когда сравнили клинические исходы больных, которым делали тромболизм, и больным, которым делали первичное стентирование, оказалось то, что мы и ожидали. Летальность ниже в группе стентирования, риск инфаркта миокардов в три раза ниже в группе стентирования, риск повторного инфаркта и ишемии тоже больше, чем в три раза ниже. Это касается госпитального периода. Крайне важно, что через пять лет сохраняется та же самая картина. Те больные, которых стентировали, имеют меньше риск отдаленной смерти, меньше риск смерти от сердечной недостаточности и меньше риск внезапной смерти. По последним данным, опубликованным в этом году, если мы адекватно провели стентирование, дальше адекватно ведем пациента, то через месяц после перенесенного инфаркта, его риск годовой смерти от сердечных причин всего полтора процента. Он, оказывается, имеет больше шансов даже умереть от несердечных причин. Поэтому в последних европейских рекомендациях по лечению острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТ, то есть при инфаркте с полной окклюзией коронарного сосуда, написано просто. Основной принцип лечения – первичное стентирование инфаркт-связанной артерии должно быть проведено максимально большому количеству больных первые 12 часов инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТ в течение двух часов от первого контакта с медицинским персоналом. Вот в этих двух часах и заключается, на самом деле, основная проблема. Больного надо доставить до рентген-операционной. Чтобы этого добиться, во всем мире стали создаваться так называемые инфарктные сети, которые обеспечивают доставку от вызова скорой помощи до того момента, как скорая помощь подъезжает в больницу, а больного доставляют непосредственно уже в рентген-операционную. Первым этим занялись чехи, и по их новаторской программе уже у них к началу нашего века, к 2003 году, частота первичных ангиопластик среди больных с острым инфарктом миокарда превысила 92%, и летальность стала меньше 9%. После этого успеха все развитые страны пошли по этому пути. Вот, например, Англия. Количество первичных ангиопластик синяя выросло до 70%, летальность тоже где-то порядка 9%. Почему около 70%? Почему не 90%, почему не 100%? Приятно, конечно, жить в сельской местности. Природа, хорошая экология, все замечательно. Но если случится инфаркт миокарда, эвакуироваться придется вот так. В лучшем случае. Тут за 2 часа уже никак не успеть. В этих случаях при длительной транспортировке, заведомо превышающей 2 часа, действительно, несмотря на все минусы, приходится делать тромболизис со всеми рисками, а потом все равно делать ангиопластику. Даже сэкономить не получится, а результат хуже. Мегаполис, конечно, выглядит хуже, как место проживания, но зато при всех проблемах с транспортом, конечно, за 2 часа мы обязаны суметь доставить больного до рентгена операционной в любом современном городе. И поэтому, если в среднем в Англии той же частота первичных ангиопластик была 70%, то в городе Лондоне, смотрите, уже в 2008 году 100% практически и фантастически низкая летальность, около 3%. Другой классический пример лечения инфаркта в мегаполисе – это так называемый Венский регистр. В 2002 году у них летальность была 17%, и первичная ангиопластика делалась только 16% больным. В 2010 год 90% пациентов получают первичную ангиопластику, летальность 7% с небольшим. Что творится в Москве? До начала 2013 года у нас просто не было физических возможностей сделать современную инфарктную сеть. Слишком мало на такой огромный мегаполис было у нас ангиографических установок, которые к тому же должны работать 24 часа в сутки. Ну вот, к началу 2013 года уже в основном завершается процесс модернизации. У нас оказывается 13 круглосуточных центров, которые способны непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю проводить экстренное инстантирование коронарных артерий. Сейчас у нас уже 21 центр. Это вполне соответствует европейским нормам. На весь Лондон вы видели 8 всего их. Раз у нас есть такие возможности, мы были обязаны ими воспользоваться. Первое. Вся система скорой помощи переориентирована на то, что больные с острым инфарктом, с подъемом сегмента СТ, едут только в те стационары, где немедленно может быть проведено стантирование коронарных сосудов. При этом время достатки больного в стационар где-то 68 минут. Ну, учитывая наши транспортные проблемы, но это вполне понятный результат. И мы, в общем, укладываемся в европейские нормы во всех регионах, кроме Новой Москвы. Здесь, конечно, транспортировка занимает слишком много времени, но планируется, что здесь тоже откроется свой ангиографический центр. Вот здесь мы еще используем тромболизис. В старой Москве у нас тромболизиса уже практически нет. После того, как скорая помощь привезла пациента в больницу, дальше его надо как можно быстрее уже отправить на операционный стол. Так называемое время, дверь-баллон. Время от поступления клиента в больницу до того момента, как у него в коронарной артерии будет установлен уже инструмент. У нас оно составляет сейчас 45 минут. Это очень низкое время даже по европейским нормам. За счет чего мы этого добились? Два главных принципа. Первое, что скорая помощь везет больного не в приемный покой, и уже даже не в кардиореанимацию, а подвозит ржок прямо к дверям рентгеноперационной. Так устроено уже в большинстве московских клиник. И второе, нам очень помогает система АЭС-стационар, по которой больницу заранее предупреждают, что кинет больной с острым инфарктом миокарда, они успевают развернуть рентгеноперационный. И время, первый медицинский контакт введения инструментов в коронарный сосуд меньше двух часов, что соответствует тем европейским стандартам, о которых я уже говорил. Если мы посмотрим на абсолютное количество ангиопластик, то мы увидим, что по сравнению с первым кварталом 2013 года они более чем удвоились. И основной наш результат по инфаркту миокарда с подъемом сегмента СТ выглядит вот так. Первый квартал 2013 года только треть пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ получали такую эффективную помощь, как первичное стентирование инфаркт-связанной артерии. Октябрь 2014 года 77%. Это уже абсолютно европейская цифра. И летальность повелась в общем, как и во всем остальном мире. Никаких чудес не бывают. У нас такие же больные. Первый квартал 2013 года 16%. Данные за октябрь 9,7%. Но все-таки 77% это не 100% и не 90%. Как в Лондоне и Вене. Почему? Главная причина того, что мы не можем оказать эффективную помощь нашим пациентам, это поздний срок поступления. Наш народ отличается терпеливостью. В среднее время вызова скорой помощи после начала ангинозных болей, это не обычные боли. Они сопровождаются чувством страха. Больные, как правило, ясно понимают, что что-то страшное происходит. Два часа они все равно терпят, а некоторые, как вы видите, терпят несколько дней. Тогда уже помощь оказывать поздно. Все, что попало в зону ишемии, все погибло. Поэтому одной из самых актуальных задач является работа с населением. Телевидение, радио, газеты, сам просвет, бюллетени. Пока, к сожалению, серьезных сдвигов у нас нет. Я надеюсь, что Павел Семенович Лунгин снял для нас устрашающий, я прямо скажу, очень жесткий ролик по поводу того, как надо себя вести больным, у которых появились признаки импаркта миокарда. Презентация планируется, как я знаю, на этом заседании. Но, может быть, это наших пациентов промет. Потому что в Европе среднее время вызова 10-15 минут, а не 2 часа. И еще один момент. У тех больных с инфарктом, которых мы стентировали, летальность меньше 7%. Кого не стентировали, почти 19%. Ну, понятно. Только возникает вопрос. А помимо сроков, все-таки, эти группы чем-то отличаются? Оказывается, да. Мы стентируем более молодых больных. Почему? Это более легкие больные. Возраст просто индикатор, общая тяжесть состояния больного, фактор, что будет многососудистые поражения и так далее. Это проблема во всем мире. В нашей помощи прежде всего нуждается самый тяжелый контингент пациентов. Вот это еще тот шанс, тот объем, который мы должны восполнить. Более активное лечение более тяжелой категории больных. До этого мы говорили о инфаркте миокарда с полной окклюзией коронарного сосуда. Или, как это называется у кардиологов, инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ. Не меньше случаев, а даже несколько больше, инфаркт с неполной окклюзией коронарного сосуда. У нас называется инфаркт без подъема сегмента СТ, потому что динамика СТ нам и указывает, чем мы столкнулись, полной окклюзией или только систичной. Если при полной надо любым способом как можно раньше восстанавливать просвет коронарного сосуда, здесь, если больный стабильен, у нас времени больше, до суток. Тем не менее, все эти больные тоже нуждаются в стентировании. Так как у нас сейчас 21 центр, то мы уже и этих больных тоже госпитализируем, только в специализированные стационары с круглосуточной ангиографической службой. Результат на октябрь месяц. По сравнению с началом 2013 года, мы почти в 4 раза увеличили количество ангиопластика у больных с инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ. Но, конечно, 40% это мало. Здесь эта цифра должна быть существенно выше. Летальность у нас снизилась с 11 до 8%, это неплохой результат, но тут явно есть какие-то у нас еще резервы. И в сумме, если мы посмотрим на все виды инфаркта миокарда за последние полтора года, то летальность упала с 15 до 80 с небольшим процентом. Но дело даже не в том, что в Москве создана система помощи этим больным. Создана вот та самая инфарктная сеть, которая оправдала себя во всем мире, которая является основой современного лечения острого инфаркта миокарда. Какие у нас дальше перспективы, какие у нас стоят дальнейшие задачи? Ну, то, о чем я уже говорил, работа с населением, потому что если люди не будут вызывать скорую помощь, вся наша система работать не будет. Еще один момент, что часть наших граждан не очень большая, 3-4%, но это на порядок больше, чем во всем остальном мире, отказываются от стентирования. Здесь тоже надо вести разъяснительную работу. Более активное лечение наиболее тяжелого контингента пациентов, о которых я уже говорил. Повышение квалификации медицинского персонала на всех этапах лечения больных. Если всерьез говорить о проблемах нашего здравоохранения, то и в кардиологии, как и везде, проблема квалификации выходит у нас сейчас на первый план. Адекватное финансирование. Ну, пункт понятный. И, наконец, внедрение в клиническую практику новых методов, повышающих эффективность реперфузии. Вот сейчас, например, мы совместно со скорой помощью начинаем на догоспитальном этапе проводить так называемое отдаленное ишемическое прекондиционирование, которое помогает лучшему эффекту той же ангиопластики. И, наконец, самое, может быть, сейчас уже тоже становится основным, раз мы наладили инфарктную сеть, это вопросы вторичной и первичной профилактики инфаркта миокарда, иначе мы будем непрерывно наносить воду в решете. Вопросам профилактики будет посвящен семинар, который начнется после окончания этого заседания в этом же зале. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ролик. Ролик, пожалуйста, покажите. Ролик, я говорил по телефону, я просто говорил по телефону, тут боль в сердце, грудь сдавит, но я решил перетерпеть, ведь я же мужик. Жена у меня очень нервная, не хотел беспокоить, грудь сдавила дышать, стало трудно, жену не хотел волновать, думал пройдет. У меня жило сердце, я приняла капли, думала по науту. Вот тут боль, сжение в груди, но я никому не сказал. У нас начальник такой, вы понимаете, я не хотел выглядеть слабым. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы завершаем наше пленарное заседание приятной процедурой, о которой я говорил в самом начале, это награждение лучших коллективов московских по результатам фестиваля «Формула жизни». Добрый день. Ежегодный московский фестиваль «Формула жизни» проводится Департаментом здравоохранения города Москвы при поддержке правительства с 2011 года. В 2014 году название «Лучшее медицинское учреждение года» представлено 27 заявок от медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы для участия в семи номинациях в московском фестивале. Большая просьба. Не уходите, пожалуйста, задержитесь на 10 минут. Поаплодируйте лучшим. Организационным комитетом и жюри Московского фестиваля «Формула жизни» определены победители фестиваля. И вручение дипломов, призовых статуэток «Рука и сердце» и денежных сертификатов вручает заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Михайлович Печатников и министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Иванович Харипон. Я думаю, будет справедливо, если эти премии будет вручать и автор всего того, что называется «Формулой жизни» Георгий Натанович Голухов. За достижения в области медицины и здравоохранения в 2014 году в номинации «Многопрофильная клиника» победителем объявляется Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница номер 52 Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Фторенко Владимир Иванович. За достижения в области медицины и здравоохранения в 2014 году в номинации «Детская клиника» победителем объявляется Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Города Москвы За достижения в области медицины и здравоохранения в 2014 году в номинации «Специализированная клиника» победителем объявляется Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Города Москвы Психиатрическая клиническая больница номер 1 имени Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Шуляк Юрий Афанасьевич. За достижения в области медицины и здравоохранения в 2014 году в номинации «Поликлиника» победителем объявляется Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Города Москвы, городская поликлиника номер 46 Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Маркова Наталья Анатольевна. За достижения в области медицины и здравоохранения в 2014 году в номинации «Детская поликлиника» победителем объявляется Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Детская и городская поликлиника номер 131 Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Зайцева Ирина Геннадьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ За достижения в области медицины и здравоохранения в 2014 году в номинации «Научно-практическое» научно-исследовательское учреждение победителем объявляется Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московский научно-практический центр от аринолерингологии имени Свержевского Департамента здравоохранения города Москвы, директор Крюков Андрей Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ За достижения в области медицины и здравоохранения в 2014 году в номинации «Родильный дом» победителем объявляется Родильный дом номер 25, филиал номер 1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы, городской клинической больницы номер 1 имени Пирогова, департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Свет Алексей Викторович и заведующая филиалом номер 1 Оленева Мария Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Московского фестиваля «Формула жизни» утверждена еще одна номинация – «За инновации и прогресс». За внедрение современных высокотехнологичных методик лечения, оказание качественной медицинской помощи населению на самом современном уровне, воспитание высоких профессионалов своего дела, за достижения в области медицины и здравоохранения в 2014 году, в номинации «За инновации и прогресс» победителем объявляется государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы, городская клиническая больница номер 67 имени Ворохобова, департамент здравоохранения города Москвы, главный врач «Шкода» Андрей Сергеевич. Уважаемые победители и участники Московского фестиваля «Формула жизни», Организационный комитет фестиваля поздравляет с победой и желает вам и вашим коллективам крепкого здоровья, душевных сил, неиссякаемой энергии и значительных успехов в деятельности на благо медицинской науки и здравоохранения. Благодарность мэра Москвы за большой вклад в организационно-техническое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Московской городской думы 6-го созыва вручается Светлане Николаевне Браун, начальнику управления по работе с округами департаментом здравоохранения города Москвы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо всем. Единственное, что у нас есть еще одно приятное выступление Алексея Ивановича, но он сам тогда и зачитает. Спасибо, Олег Михайлович. Одному из наших главных нештатных специалистов департамента здравоохранения недавно исполнилось 60 лет, поэтому я хотел бы зачитать благодарственное письмо, поскольку это не сотрудник сетевой, я имею в виду Илья Михайловича Рабиновича. Письмо следующее. Уважаемый Илья Михайлович, департамент здравоохранения города Москвы благодарит вас за плодотворное и эффективное сотрудничество, высокое профессиональное мастерство, активную работу и значительный личный вклад в деятельность медицинских организаций нашей системы по оказанию стоматологической помощи населению Москвы. Благодарим вас, Илья Михайлович, и просьба получить. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, на этом наше пленальное заседание завершилось. Спасибо всем участвующим. Буквально через 5-10 минут здесь состоится секционное заседание кардиологической секции.